Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме, и вот настал тот момент, когда мы обычно знакомимся с интересными людьми, программе «Личное утро», и сегодня в нашей студии предприниматель, автор книг «Судьба и воля. Вот реки судеб человеческих» Лев Клиот. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Мы уже в свое время, встречаясь с вами в рамках программы «Переплет», затрагивали, конечно, о том, как человек приходит к тому, что он чувствует желание написать книгу, и как это начинается, может быть, с небольших каких-то планов написать какой-то рассказ, маленькую историю, а затем это вырастает в какое-то очень большое произведение. И я сразу вспоминаю, по-моему, вот Дмитрий Быков говорил о том, что написать маленький рассказ может, ну, наверное, всякий. Ну, пускай даже не очень грамотно, но написать большой роман с большим количеством персонажей, мест действия, с несколькими сюжетными линиями, вот это под силу далеко не каждому человеку, даже тому, кто вот просто хотел бы, вот пусть даже самым, не знаю, банальным образом что-то написать, но вот удержать в голове вот эту конструкцию, ее осуществить очень сложно. Как у вас это все произошло? По поводу Быкова, это Валентин Катаев еще. Ну, может быть, да. Однажды сказал Петрову, который с Ильфом, когда тот работал в тюрьме и зарабатывал 100 рублей, он ему сказал, напиши рассказ. Он говорит, я никогда не писал. Он сказал, что каждый человек, который окончил гимназию, способен написать рассказ. Ну, слава Богу, он написал потом все подряд. Ну, вопрос, как написать книгу. У меня тут друзья есть, у них маленький мальчик, 12 лет. Ну, и он там услышал, что взрослые разговаривают о том, что вот я написал там что-то. Он книгу увидел, взял в руки, подошел и говорит, скажите, пожалуйста, как написать книгу? Я хочу написать книгу. Вот что ответить 12-летнему мальчику? Я бы не хотел там окунаться в какие-то сложные моменты, связанные там с метафизикой какой-нибудь, да, как это происходит. Но я считаю, что вообще человек может что-то писать, когда он обладает некоторыми качествами. В первую очередь, воображение. Без этого невозможно ничего сочинить. Но потом нужно то, что пришло тебе в голову, то, что ты себе представил, это надо как-то рассказать, уметь рассказать. Ну, и в конце концов, то, что намного сложнее, это положить на бумагу эти черные маленькие буковки, чтобы сложить их в слова и предложения. Ну, в этом, наверное, основная проблема, потому что рассказчиков много, написать сложно. Ну, а как приходит это, не хотелось бы про мистику, но когда это касается людей, окончивших специальные учебные заведения, литфаки, журфаки, и они работают писателями, это их труд, это одно. Но, когда пишет человек неожиданно, то тут легко скатиться вот к таким вещам необычным. И я могу рассказать, как я написал этот роман. Расскажите. Как это случилось. Ну, вот если в предыдущей книге, там была задача определенная, и роман «Судьба и воля», он все-таки касался живого человека. Так и… Конкретного человека, который… Да, хоть там художественного вымысла достаточно, но все-таки была канва конкретного человека. А роман «Реки судеб человеческих»… Ну, я могу все-таки об этом сказать, да, что такая бытовая совершенно картинка, финская баня. Это бассейн, в котором я плаваю с одним моим знакомым, пожилым даже по отношению ко мне, человеком. И он такой любитель поговорить, и когда мы проплывем там по километру, мы садимся в этой финской бане поговорить. И он в каком-то отвлеченном совершенно разговоре, в течение там 20-30 секунд, произнес несколько фраз. Несколько фраз из давней истории, которая рассказана была ему, его еще матери. И вот эти слова… Я вышел из этой финской бани, и пока я шел до раздевалки еще 20 секунд. Вот вся картина, общая такая картина этого романа сложилась у меня в голове. Как к этому относиться, я не могу сказать, я не очень это сам понимаю. Но вот что-то происходит, что-то такое драматическое в голове случается. И я, когда пришел домой, я уже жене рассказал идею. Конечно, не во всех подробностях, не со всеми этими героями, понятно, да. Но все-таки это было сразу. Но героев много. То есть главные герои там есть парень-немец Курт Рихтер, есть русский Иван Сенцов, есть женщина, которая станет любовью их обоих, произойдет на них Ангелина Ливандовская, которая производит на них впечатление. Но есть еще и Йохан Лемон, и очень важный персонаж Роза Шехтер, которая появляется в середине книги. И вот там очень много людей, у каждого из которых какая-то вот своя судьба, свой характер, свой. Где вот, ну, в принципе, вот подсматривали за кем-то, списывали с кого-то характеры? Ну, тут, во-первых, это история о Розе и глава «Красное пальто». Спилберг с списком Шиндлера. Я долго думал, стоит ли назвать все-таки «Красным пальто» эту главу, но все-таки я это сделал, потому что этот эпизод как раз мне рассказала моя мама. О том, что эта девушка, после, я не хочу рассказать подробно, потому что, ну, после вот трагедии она ходила по городу с этим пальто, оно было красного цвета. Я решил сохранить реальную историю. Я знаю о Спилберге, я смотрел этот фильм. Это яркое пятно, да, «Красное пальто». Но, тем не менее, это глава тяжелая. Это реальная история. Это реальная история, ну, переданная вот из уст в уста, да, насколько это не миф, я не могу сказать, но мне вот так рассказали об этом. И меня тоже это потрясло совершенно. Ну, а множество героев, да, это уже, там есть исторические личности, от Адольфа Гитлера до Маркла Блюхера, да. Ну, это, мне сложно это объяснять, да, это все. Моя мама, она читает все мои книжки, ей 93 года, она по пять раз их перечитывает. И она, прочитав вот «О судьбе Ивана», она позвонила и сказала, «Леон, ну зачем ты с Ванечкой так?» И я совершенно откровенно ответил, что это не я, а это, и показал туда, наверх, это оттуда все, да. Так сложилась его жизнь. Сложно говорить. Когда развивается тема, это же сага такая, да, это же продленность в десятилетиях, да, история. Я хочу нашим слушателям, ну, может быть, вкратце как-то пунктиром рассказать, что это история дружбы двух мальчишек еще, ну, практически подростков, которая начинается в городе Энгельс в 30-е, в начале, наверное, 30-х годов. Второй год, да. И заканчивается уже, ну, в 80-м ближе, да. То есть, это такая действительно большая сага, это и семейные там отношения, и несколько семейных, то есть, и, конечно, жестокость вот судьбы, которую можно сравнить просто, я бы сказал, с «Игрой престолов», ну, то есть, ну, с песнями «Огня и пламени» Джорджа Мартина, где герои могут погибнуть, вот те, которых вы можете считать центральными героями, главными героями, они могут вдруг, с ними что-то может случиться, даже еще не дожидаясь финала. В этом и интрига, и драматизм, на мой взгляд, очень сильные всегда, да. Ты не можешь поверить, что человек, о котором тебе рассказывают, как о главном, о его судьбе, о любви, и вдруг, и вдруг он погибает. Вот, я должен сказать, что, ну, я вот всегда, когда о таком говорю, я вспоминаю всегда Дюма, когда он разрыдался над рукописью, и его близкие ринулись к нему спрашивать, о чем он сказал, «Портос погиб», и нечто подобное, да, я не пытаюсь сравнивать себя с великими, да. Но у меня там есть эпизод, я не могу рассказывать, да, так, чтобы было, но там эпизод, когда молодой человек, страстно влюбленный в свою жену и теряет ее в драматических обстоятельствах, абсолютно, так сказать, полностью, навсегда, и он в отчаянии находится, и как только у него, это война, да, это момент уже 41-й год, и он, как только у него появляется возможность взять оружие в руки, вступить в армию, и он это сразу делает, он бежит с этой винтовкой, и слезы застилают его глаза, и он стреляет и кричит, «Моя девочка, я буду всегда с тобой», этот момент погибает. И когда я это написал, у меня был реально нервный срыв, я просто не мог в себя прийти, меня трясло, я выкурил полпачки сигареты, ну, полчаса я был в таком состоянии, не знал, как из него выйти. Вот когда ты находишься в таком состоянии, ты пишешь литературу, я так думаю, беру на себя смелость заявить, что это литература. Вот я хочу сказать тоже, что читая книгу, я не мог, может быть, читать ее так вот быстро, как какие-то другие книги, потому что действительно вот в какие-то моменты просто хотелось отложить книгу в сторону, вот пройтись и вот как-то вот пережить вот эти вот какие-то действительно моменты, которые трогают себя. И да, еще раз вот хочу напомнить, что речь идет о книге «Реки судеб человеческих», и у нас есть звонок, я попрошу вас надеть наушники. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Вы знаете, меня всегда поражало, как писатели могут, вот диалоги, разговоры, монологи, вот как это можно написать, причем разговоры-то иногда совершенно разные, один одно говорит, другое, другое. Как вот у писателя у вас лично это получается, что вы можете за других людей вкладывать мысли? Спасибо. Спасибо. Я от себя добавлю, ведь здесь есть и достаточно, поскольку действие происходит в Германии во время прихода Гитлера к власти, и вот есть персонаж Йоганн Лемонн, который разделяет взгляды нацистов и как бы дьявольски вот обольщает героя книги, расписывая ему, в общем-то, великое будущее Германии. Опять-таки, ваша задача была вот, ну, абсолютно, ну, вот представить себе, то есть вот написать весь этот поток, вот в чем прелесть и обаяние Гитлера. Спасибо за вопрос, слушательница. Сложно ответить, как это получается. Это метафизика на самом деле, да, это происходит у себя. Но на основе чего? На основе всего прочитанного за жизнь, услышанного от людей, с которыми встречаешься, от размышления на эту тему. Ты пишешь так, как ты думаешь, могло бы быть, как бы тебе хотелось, чтобы было, или наоборот. Когда пишешь о героях с отрицательным знаком, он полковник СД, речь об Йогане. Но вся эта книга о том, что жизнь не чёрно-белая. Мы можем найти хорошие качества и черты в людях, которые совершают поступки, на наш взгляд, ужасные. И наоборот, замечательный, хороший человек, но в какой-то момент он может сделать нечто отвратительное. Но всё-таки надо всем довлеет любовь. Эта книга о любви, эта женщина, красавица, обладающая невероятным обаянием женским. Я думаю, мне удалось описать её так, что становится понятно, отчего мужчины так тянутся к ней. И эта любовь сопровождает судьбу героев на протяжении всего их существования. И у тебя есть личный опыт общения с людьми, и ты пишешь эти диалоги, эти сложные вещи, но ты находишься в определённом состоянии. Если сейчас просто так мне сказать, я даже открываю книгу, и я не верю, что я вообще это написал. Так что я понимаю это слушательницу. Спасибо ещё раз. Я всё время вспоминаю пример Бориса Пастернака, который говорил, что вот многие стихи, он даже говорил об одной книге из своих стихов, и эта книга была мне дана. То есть, вот как будто бы он, не он это всё писал. Да, я... Сестра, моя жизнь, вот в эту книгу, да. Могу вновь обратиться к этой теме, да. У меня есть книжка, она называется «Сфера», это сборник, и это такая социальная фантастика. И там космос наделяет некоторыми способностями нескольких людей на Земле, которые способны концентрировать энергию до такой степени, что могут нанести урон другому человеку и убить его. Но созданы они для того, чтобы сохранить цивилизацию, чтобы она не погибла, чтобы они вмешивались вот в такие моменты, когда ядерная там атака, возможно, и прочее. И я это писал с полным осознанием того, что мы и космос — это мы срез этого общего, так сказать, пространства. У Гришковца есть очень хорошая такая фраза. Вот мы стоим, вот наши ботинки, вот наш костюм, вот наши волосы, а дальше космос. Космос — это то, в чём мы живём. И эти силы, которые приходят оттуда, они влияют на нас в огромной степени, в том числе и вот в таких необыкновенных прозрениях. Сочинить что-то, написать книгу, картину. Я думаю, это обязательно присутствует. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего продолжим. Я напомню, что сегодня в нашей студии в программе «Личное утро» Лев Клиот, предприниматель и автор книг «Сатисфакция», «Судьба и воля», «Реки судеб человеческих». И мы продолжаем «Утро на Болткоме», «Личное утро», Лев Клиот в нашей студии. Мы говорим о книге, вот она относительно новая, поскольку понятно, что сейчас её приобрести где можно, в каких, может быть, магазинах, каким способом её можно заказать. Потому что я понимаю, что она была издана в России. Да, она издавалась в петербургском издательстве «Супериздательство», там все мои книжки издавались. Ну, на латышском языке издана «Судьба и воля», «Ликтонисон Гриба», она продаётся в магазинах Звайгзна, на английском языке на Амазоне. А на русском языке её можно приобрести, это основной российский портал «Литрес». «Литрес» вы находите в гугле, пишете «Лев Клиот», и там все мои книжки можно скачать за небольшие деньги. И можно заказать в бумаге на нескольких порталах, но я сейчас не буду вспоминать, там 5-6 порталов, на которых можно заказать эту книгу, и в течение двух недель они её поштучно изготавливают. Большой проблемы нет, у кого есть желание заходить в интернет, нажимать кнопки, там карточку свою давать, но это отсекает очень многих всякое желание. А так прочитать можно на «Литресе». Ну и действительно 400 страниц, такая большая сага, так и кажется, что это в принципе очень такая экранизируемая вещь, просто её очень легко представить себе в виде такого сериала, поскольку очень много событий, очень много ярких персонажей. Ну, есть ли какие-то вот, не знаю, планы, вообще возможности? Кинематографическая история моих книжек, она длинная и печальная. С первым романом «Судьба и воля» мы были приглашены вместе с Анной Орловой в Голливуд, мы были в Лос-Анджелесе, встречались с очень известным продюсером, по рекомендации его представителей тут в Латвии. Но условия, которые он выдвинул, были несовместимы с моим желанием соглашаться, к сожалению. Ну и потом ещё были встречи в Берлине, там два месяца шли переговоры. С Женом Малковичем был заключён преддоговор такой, но всё упиралось всегда в финансирование. С этой книгой «Реки судеб человеческих» меня приглашали в Петербург, пятая студия, хотели тоже делать сериал, они прочитали. Но тут всё сложилось тоже, и безденежье, и этот вирус, всё вместе. Ну и, в общем-то, действительно, те, кто читает из тех людей, которые решают такие вопросы, да, они вначале очень сильно возбуждаются, но потом, когда касается финансирования, то всё останавливается, потому что те, кто конкретно готов выделить средства, они стараются не читать то, что им даёт, потому что тогда они обязаны, и они избегают этого. А спрашивают, кто написал. Но если это неизвестный автор, то они говорят, что это не бизнес. Я их понимаю. Очень сложно. Но на самом деле, да, эти книги и «Сатисфакция», один из героев прежнего романа «Судьба и воля», мой родственник Джейсон Клюот, он продюсер голливудский, он профессор, преподает в Нью-Йорке кинематографическое направление. Он отправлял даже эту книжку «Сатисфакция» одному израильскому режиссёру. Но всё это вот так заканчивалось ничем. Долго рассказывать не стоит. Но, с другой стороны, сейчас очень много действительно появляется стриминговых платформ, которые запускают свои какие-то проекты, сериалы. То есть, возможно, одни какие-то закрываются двери, другие открываются, потому что, конечно, история, которая рассказывает на протяжении чуть-чуть ли не полувека историю таких вот драматических переживаний, там есть и истории предательства, и большой любви, и много таких ярких событий, которые, казалось бы, очень выигрышно смотрятся на экране и достаточно должны привлечь зрителя, даже я не знаю, независимо от того, что знает он автора или нет. Я с удовольствием соглашусь. Но для меня было удивительным, когда люди, которые читали эти книги, вот одна дама из Праги, она мне написала, что она прочла это о судьбе и воле, что она там восхищена, и она считает, что обязательно это нужно экранизировать. И я ей написал, что, конечно, какие возможности. Я сам не хочу этим заниматься. Если кто-то, так она попросила прислать английские варианты от судьбы и воли, и она обращалась к меценату в Праге, миллиардеру. И вот она этим занимается до сих пор, но просто я ее не знаю даже. В Петербурге то же самое. Люди прочитали эту книжку «Реки судеб». Вообще для России меня приглашали и в Дом кино в Петербурге. И его глава, молодой такой еще человек, час со мной беседовал. Но он сказал, что судьба и воля – это американская история, американская мечта. И для России сегодня, значит, не актуально. А вот этот роман, да, русский и немец, это в тренде сейчас. Вообще мы же с Германией, Россия любит налаживать хорошие отношения. Но вот они тоже, они отдали многим продюсерам, и нужно было… Все уперлось действительно финансирование в сегодняшней ситуации. Первый канал даже, там разговоры шли, но они сказали, мы банкрот. Мне писали, я там на Кипре отдыхал, момент мне писали, немедленно напиши краткое изложение, там, за ночь. В общем, все это происходило, да, но ничем не кончилось. Так что, если у вас есть желание этим заняться, вперед. Еще вот мне очень хотелось расспросить немножко про детали, поскольку дело в том, что происходит ведь действие на протяжении вот 50 лет, и там оно происходит в самых разных местах. И в городе Энгельс, и часть там в Риге небольшая, и в России, и в Германии. Вот какие-то реалии? То есть, для того, чтобы разбираться, например, даже просто в структурах, когда, например, там была ликвидирована СА, и вот все эти чины, должности в немецкой армии, для того, чтобы разбираться в каких-то исторических реалиях, ну, не знаю, там, ромбики, погоны. То есть, ну, вот это то, на чем иногда бывают, ну, вот писатели прокалываются где-то, вот начинают их ловить на каких-то вот в несоответствии историческим реалиям. С этим вот насколько было сложно? Отличный вопрос. Реально сложная вещь. Ну, во-первых, я вообще-то офицер в прошлом, поэтому мне эти военные детали близки. Я много этим занимался. Я окончил высшее военно-политическое училище. Но я просиживал иногда целый день для того, чтобы правильно колышки там, правильно эти погоны, в какой момент вообще перешли на погоны, когда впервые гвардию присваивали, да, там, дивизии мы солдатам, офицерам. Конечно, в таких вопросах ошибка для человека, который в этом разбирается. Это очень неприятно знать. Поэтому я за это отвечаю. Я мог целый день просидеть для того, чтобы выяснить, какая погода была на Дальнем Востоке вот в то время. Детали для меня очень важны. Везде я этому уделяю большое внимание, и я в этом уверен. Детали создают реалистичность происходящую. Конечно, я не мог находиться в Гамбурге в 30-е годы, и я не был в Гамбурге. Но я очень подробно описываю это озеро Альстер, эти виллы, потому что я много прочел. И для меня было удивительно, когда в нескольких российских исторических порталах с красной звездой, таких серьезных, я прочитал сноску о том, как погиб маршал Блюхер. И там было написано, что в романе Льва Клиота, «Реки судеб человеческих», описывается его последние дни, и идет выписка из книги. Для меня было удивительно, конечно. Но я действительно это изучал, как историк, да, вот эти вещи. Потому что тогда ты понимаешь, ты сам окунаешься в эпоху, в эти чувства, отношения, когда ты видишь машину, да, Альфа-Ромео. Я представляю себе, какие мог испытывать чувства мальчик из глубинки российской, советской того времени, когда там только М1 был, автомобиль единственный, и вдруг он видит спорткар, блестящий, лакированный Альфа-Ромео. А это все вызывает сильные чувства. И у меня, как писателей, у людей, которые читают это. Я так думаю. Потому что я помню, насколько меня поразило в свое время, ну, когда читал Томаса Харриса, там, роман «Ганнибал», ну, казалось бы, развлекательное чтиво, но в конце пять страниц, где он благодарит своих консультантов, и в частности тех, кто консультировал его, когда, ну, вот этот персонаж, которого там играл Энтони Хопкинс в знаменитом фильме, он просто должен был идти по Флоренции, и там просто он говорил, что вот кто меня консультировал, куда можно свернуть, какие улицы, ну, то есть, вот чтобы просто, вот, я не ошибся с названиями улиц. Вот я помню, что там пивные в Германии названия, вот где, на какой улочке она находилась, там какие-то такие вот детали, которые… улицы и законодательство Германии относительно, вот, домов терпимости, да, это все, если бы я не написал о том, что они были запрещены, но местная полиция имела интерес к тому, чтобы они были открыты, чтобы эти проститутки в подворотник там не приставали, да. Это деталь, но важно, и очень важно вот все эти женщины, да, которые встретились на пути этих двух главных героев, Ивана и Курта, и из всех из них осталась, пожалуй, Людвига в конце «Последняя любовь» Курта, и это как бы завершает этот цикл любовный. Ну, герои, у каждого своя судьба, и трудно сказать, сколько их главных. Ну, конечно, это Иван Сенцов и Курт Рихтер, это основа всего, но те, кто был рядом с ними, этот генерал с такой непонятной для большинства судьбой, сложной, производит впечатление, на мой взгляд, я сам к нему так отношусь, такой серый кардинал, да, при советской власти. Реальная, в общем-то, фигура, но звали, может быть, иначе. Сталин там в таком ключе выступил, когда он спас... Да, майора, который... Он спас как раз этого серого кардинала, когда Блюхера расстреляли, и почти всё его окружение было уничтожено, а этот человек остался жив благодаря визиту Сталина. Я думаю, это могло быть реально... Да, в генштабе, когда он сказал, вы видите, как человек докладывает о ситуации там на Дальнем Востоке? Даже я, человек не военный, как бы он критически к себе отнёсся, это понял. И Шапошникову, начальнику генштаба, он сказал, он вам не помешает. Он спас его, и он остался героем этой книги до конца. И это был реальный случай, или это была литературная выдумка? Ну, не стану отвечать. Хорошо. Ещё вот мы уже просто коснулись как раз того, что действительно очень много здесь страниц, посвящённых любви, и вот эта Ангелина Ливандовская, которая сводит с ума, и сначала вот и Курта Рихтера, и Ивана Сенцова, и она в неё же... она становится... Ну, не будем говорить вообще, сколько людей в неё влюблено. Многие считают, говорят о том, что вот мастерство писателя проявляется в том, как он может писать о любви, чтобы найти эту грань. Здесь очень много таких достаточно откровенных сцен, ярких, сильных, вот чтобы пройти по этой тонкой грани, не впав в какие-то вот... Ну, вот то, что называют пошлостью, когда вот как-то вот выглядит это всё не очень хорошо. Вот как... Было ли это сложным? Да, это было сложно. Мне эти острые сцены, насилие... Но если я писатель, то ты попадаешь в такую ситуацию, когда ты не можешь иначе объяснить какие-то моменты. Мне нужно было объяснить, чем так были связаны эти два мальчика, как... Какие обстоятельства побудили затем Ивана поступить так, как он поступил во время войны. Что их так сильно тянуло друг к другу? Какова была связка этой дружбы с детства? Какой-то сильный эпизод должен был произойти, да? И вот эта любовь их к этой женщине, оно само ложилось на бумагу. Я шёл по конве. И меня волновало, как отнесутся вот к этим острым моментам читатели. Поэтому, когда я написал первую главу, я... Я опасался какой-то реакции. Поэтому я дал самым близким сначала прочитать. И получил от всех положительный ответ, успокоился. Ну и мама моя, она прочитала, вечером позвонила, сказала, так интересно, что будет дальше. Но на следующий день она позвонила и сказала, слушай, ну вот это вот немножко чересчур. Ну и тогда я решил, что это в порядке. Да, там есть эти моменты, но это очень близко к реальности, о которой я знаю, много читал, слышал. Это происходило. И то, что я сам был курсантом, я был в армии, я был во многих таких местах, в которых вот эти чувства, эти поступки молодых людей, они проявлялись практически таким образом. Знаете, это уборки урожая, когда контингент попадал к нам, не дай бог, каждому. И все это в обстоятельствах там Крайнего Юга, 50-ти градусной жары, Казахстан, Сырдарья, Мурдарья, разнузданные солдаты. Когда синопсис этой книжки попал к одному из известных режиссеров в России, он дал оценку, это как раз то, о чем я говорил из Петербурга, да, они тогда написали мне, да, и краткое такое краткое содержание. Он сказал, да, очень понравилось, два момента его насторожили. То, что красноармейцы плохо себя вели с этой девушкой, да, ну, еще там что-то. Но я не могу это убрать. Они меня спросили, вы можете это переменить? Нельзя это переменить. Это важный момент, объясняющий вот всю остальную жизнь самой этой красавицы Ангелины и отношения к ней Ивана и вообще все остальное, да, оно завязано вот на этих острых моментах. Они основа сюжета. Еще вот не могу не спросить, все-таки, когда мы читаем, как будто бы книга написана о прошлом, но тем не менее, мне кажется, что много из вот этих моральных дилемм, они остаются и в наши дни, то есть вот с которыми сталкивается человек, например, ну, вот эта дилемма вот, ну, Курта, когда он понимает, что он был свидетелем вот страшного зла, и он вроде бы не не встал, то есть вот против этого побоялся за свою жизнь, побоялся, вот, ну, понимая, что он все равно ничего не может изменить, вот он становится просто свидетелем вот творящихся каких-то ужасов, но это его вот гнетет всю жизнь. Вот мы, я понимаю, что все равно вот у каждого из нас вот эти вот какие-то, наверное, моральные дилеммы, которые происходили когда-то, они остаются, и это, наверное, те уроки, которые вот, ну, человек должен, прочитав, может быть, осознав, пережив это, применять вот к сегодняшним ситуациям. Ну, вообще-то, это вечные чувства, это классика человеческого представления о себе, о своих поступках, об окружающем мире, да, для него, для очень многих это не было трагедией, да, это прошло, и нечего вспоминать. А он же художник, тонкая душа, и он не мог прожить эту жизнь без этих угрызений совести. Он на самом деле не мог бы изменить эту ситуацию, даже не мог бы спасти розу там у этой ямы. Скорее всего, ему не дали бы эту возможность. Но это нерассудочные действия были. Но его реакция была, в общем-то, мгновенная уже тогда, когда я не могу, может быть, рассказывать. Но когда они вышли из машины у аэродрома, когда они покинули это место казни в Румболе, он сказал эти слова своему другу Йогану, который привез его туда, который раскаялся сам, зря он того, его привез, он его хотел уже отговаривать от этой поездки. Он ему сказал, ты видел этих женщин, которые прикрывались на этом холодном ветру под взглядами этих сотен мужчин с автоматами. Они стеснялись за минуту до того, как упадут в эту яму. Знаешь, почему он сказал, они стеснялись? Потому что они люди, а мы не люди. Ну и потом всю остальную жизнь его преследовала эта картина, и его неспособность повлиять на это. И он закончил свою жизнь как бы логически, по-другому не мог бы. Мы всё, я вот напоминаю нашим слушателям, говорим о новой книге Льва Клиота о реке судеб человеческих, и в ней присутствует вот какой-то момент и семейной саги, и удивительный ну такой вот твист перемена судьбы, когда из мальчишки там достаточно такой бедной жизни города Энгельса, вот Курт Рихтер вдруг становится наследником чуть ли не целой империи, становится богачом, то есть ну вот какие-то присутствуют какие-то может быть ну не то чтобы сказочные элементы, но я имею ввиду, что вот когда в любой сказке наверное вот мечта каждого героя стать богатым, обрести какое-то такое вот богатство и счастье, здесь присутствуют и моменты любви, все это в этой книге, и конечно я понимаю, что ее судьба, вот судьба этой книги хотелось бы, чтобы с ней ознакомилось большее количество читателей, ну хотя бы потому, что она затрагивает события, которые касаются в живущих здесь, здесь вот присутствует и Рига как место действия, присутствуют те события, которые из прошлого все равно вот какой-то такой, мне кажется, занозой сидят в истории наших, вот судеб, наших народов, очень многих коснулись эти трагедии, и конечно хочется, чтобы, может быть, эта книга стала рано или поздно таким сериалом, но вот если говорить про это, кого бы вы видели, потому что, когда я помню, что, ну, мы сидели с автором «Зулиха открывает глаза», она призналась, что она писала, ну вот держа перед глазами Чулпан Хаматову, то есть она писала вот главную героиню, но просто понимая, что, ну, не может такого быть, но вот ей просто хотелось вот представить вот конкретного человека, и рано или поздно это всё сбылось. Вот у Зельяхина вот говорила о том, что вот, ну, да, вот так сложилось, что и она сыграла, сыграла этого персонажа. Вот кого бы вы видели? Не скажу сейчас. Из российских актёров сложно. Нет, я об этом не думал. У меня перед глазами лица российских актёров точно не стояли, но я думаю, это не проблема. Ну что же, спасибо большое, Лев Клиот и «Реки, судя по человеческих», роман, который можно приобрести, прочитать, набирайте просто «Литрес», наверное, через Гугл, и вы сможете найти эту книгу в интернете. Я могу ли спросить, есть ли какие-то планы о каких-то следующих произведениях? Пару рассказов. Один из них, я так и назвал его, конъюнктурный по поводу этой эпидемии. Называется он «Печально». «Последняя весна Алисы». Но не рекомендую читать. Ну что же, спасибо большое, Лев Клиот был сегодня в нашем личном утре. До встречи, всего доброго, удачи вам. Спасибо. Иоанн. Утро на Болткоме.